Всем привет на Спорт24, время лихих 90-х. Здесь мы вспоминаем, каким был наш футбол 30 лет назад. Тогда все было необычным, криминальным и очень опасным. Игроков грабили, запугивали и даже ставили на счетчик. Особенно в те годы страдал Спартак. У футболистов народной команды угоняли машины даже чаще, чем спартаковцы становились чемпионами России. В этом выпуске мы вспомним, как у футболистов Спартака угнали почти все трофейные Митсубиси. Как вратарь Руслан Нигматуллин по-мужски разбирался с владельцем автосервиса из-за угнанной БМВ. И как грабитель едва не похитил сына Тихонова вместе с машиной игрока. Но прежде чем мы начнем, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте про колокольчик, чтобы больше не пропускать лихие 90-е. Шеф, поехали! Для Спартака 1994 год выдался урожайным не только на трофеи, но и на иномарке. Команда оформила золотой дубль, выиграла чемпионат, да еще и грохнула ЦСКА в финале Кубка России. Руководство клуба было в восторге. Футболистам подарили новенькие Митсубиси Голланд, а желающие могли еще немного доплатить и взять себе тачку покруче Митсубиси Паджеро. Конечно, многие тогда воспользовались возможностью и получили вместительный внедорожник. Однако вскоре стало ясно, что выбор в пользу Паджеро оказался напрасным. Практически все подаренные внедорожники у Спартаковцев угнали. Ну, угоняли Паджеро, я помню там всех. Думаю, уже изначально, когда уже выдавали ключи, я думаю, уже были сделаны, потому что Анопко, по-моему, игру пропускал, он, говорит, домой зашел, ничего не пищало, вышел в окно, посмотрел, уже машины не было. А вот, что рассказывал сам Виктор Анопко. Судьба Паджеро оказалась печальной. Его угнали прямо от моего дома. Я пропускал домашнюю игру Спартака из-за перебора желтых карточек. После тренировки приехал домой, перекусить, машину запарковал у подъезда, поднялся. Пока ел, несколько раз услышал, как срабатывала сигнализация. Каждый раз выходил на балкон, хотел убедиться, все ли в порядке. Когда Анопко глянул в очередной раз, увидел пустое место. Сразу выскочил из подъезда, начал спрашивать у прохожих, видел ли кто момент угона. Один незнакомец сказал ему, что к машине подошел мужчина в очках, спокойно сел в нее и уехал. А я пошел в отделение милиции, написал заявление, после чего поехал на игру. Потом я шутил, что это был самый дорогой борщ в моей жизни, говорил Анопко. Но это еще ничего, мало ли у кого в 90-е машины угоняли со двора. У одноклубника Анопко, Дмитрия Ананко, трофейный Паджеро стащили прямо с базы в Тарасовке. Мы улетели на сборы, а машины оставили на базе, рассказывал Ананко. Раньше толком охраны не было, сидел дедушка, замок срезали, у меня Витсубиси Паджеро угнали, а у Тихонова девятку. Машина была застрахована, но мне ничего не выплатили. Среди жертв угонщиков был и Владимир Бесчастных. В одном из предыдущих выпусков, Лихих 90-х, мы рассказывали, как преступники с пистолетом грабанули его квартиру. Так вот, до этого у Бесчастных еще и угнали две машины, девятку и подаренный Паджеро. Первую угнали со двора, а вторую прямо из гаража, о котором вроде бы никто не знал. Отец футболиста спрятал туда машину по просьбе сына, да еще и аккумулятор с иномарки снял. Однако воры все равно угнали Митсубиси. Вычислили гараж, взломали еще два соседних, чтобы найти другой аккумулятор, поставили его на Паджеро и уехали. На этом терпение Бесчастных лопнуло. Из-за серии преступлений он ушел из Спартака. «Я покидал Спартак с тяжелым сердцем», — вспоминал футболист. Романцев меня уговаривал остаться. «Никуда не уезжай, у нас все будет нормально». Но сложилась неприятная ситуация. У меня угнали две машины подряд, а затем еще и вооруженные налетчики в квартиру ворвались. После этого, сомнения уезжать или нет, у меня отпали. А полузащитник Андрей Пятницкий из-за угона новенького Паджеро попал в очень неловкую ситуацию. Пятницкий отдал Тарханову машину, ну так скажем, продал, Митсубиси, сам Паджеро. И на следующий день у Тарханова украли их. И Пятницкий говорит, что делать, деньги забирай. Я говорю, ну хочешь, не забирай, а что делать-то? Он говорит, такое ощущение, как будто это я взял. Я говорю, ну на день позже, а у тебя украли, и чего? Ну кто знал-то? Ну я говорю, мне даже стыдно, говорит, у Тарханова деньги забирать. Я говорю, ну не забирай. При чем здесь, я вот не могу понять, говорю. Если они тебе лишние, там в то время 25 тысяч долларов или что, 30. Тогда квартира стоила 10 тысяч долларов, по-моему. Это 90, да, 98 до инфляции. Серийные угонщики так напугали спартаковцев, что некоторые из них стали шифроваться. Находчивый защитник Ромис Мамедов даже снимал руль и вытаскивал магнитолу из машины, чтобы не украли. В итоге сохранил и подаренный Галант, и свою восьмерку. На восьмерке руль был съемный, два штыря нажимаешь и снимаешь. Я с рулем домой ходил, соседи в лифте встречали, удивлялись. Мы магнитофоны с собой таскали, чтобы не украли. Ну а Митсубиси Паджеро удалось спасти только двум футболистам. Игорю Ледяхову и Дмитрию Хлестову. Первый отправил машину папе в Сочи, а второй пристроил иномарку на стоянку, которая отвечала за машины деньгами. Впрочем, в 90-е преступники наваривались не только на трофейных Паджеро спартаковцев. Порой в их коллекции появлялись и более редкие экземпляры. Так у вратаря Руслана Нигматулина угнали модный спортивный БМВ 850, причем прямо из автосалона. Первый раз у меня машину украли в 96-м году, говорил Нигматуллин. Поставил спортивную БМВ в сервис, порвался ремень генератора, но это не помешало ночью увезти ее с закрытой территории. Под подозрение вратаря сразу же попал директор сервиса. Нигматуллин даже ездил к нему на разборке. Я общался с ним, однажды приехал с друзьями, чтобы по-мужски поговорить. Вернулся домой, звонок из рубок. Говорят, зачем честного человека обижаете? Может вы и сами украли машину, а теперь на другого все валите? Словом, директор принял меры. Так я ничего и не добился. Обидно, ведь те годы машины еще не страховали. Удивительно, но в течение следующих 13 лет вратарю приходили квитанции на транспортный налог, на угнанную машину. Когда он отправился в ГАИ разбираться, оказалось, что БМВ даже не числилось в угоне, а задолженность достигла почти 10 тысяч долларов. Чтобы решить эту проблему, Руслану пришлось ходить по кабинетам. В 90-е иномарку угоняли у капитана Спартака Андрея Тихонова. Для полузащитника тот угон мог закончиться ужасной трагедией. 13 февраля 2000 года Тихонов вместе со Спартаком был на сборах в Турции. Тем временем в Подмосковье его жена Надежда возвращалась домой на Тойоте Лэнд Крузер. Вместе с полуторагодовалым сыном Михаилом. Подъехав к дому, она вышла из машины, чтобы открыть ворота и не вынула ключи из замка зажигания. В этот момент неожиданно подбежал грабитель и сел в автомобиль. Если бы Надежда истошно не закричала, угонщик наверняка бы сразу же уехал. Но, услышав крик, он обратил внимание на ребенка, выбросил его из салона и только затем скрылся. Тихонов отреагировал молниеносно. Он тут же пообещал уехать за границу, чтобы не чувствовать страх за семью. А в октябре действительно отправился в израильский Маккаби. Правда, чуть позже вернулся. Если вы вдруг еще не поняли, какая жесть творилась в 90-х, смотрите выпуск, как грабили российских футболистов. Титова, Юрана и Бесчастных. Это были лихие 90-е. Пишите в комментах, что бы вы хотели услышать наших новых видео. А еще не забывайте про колокольчик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И тогда вы точно не пропустите наши новые видео. С вами был Богдан Горбунов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok